В то время Петр приступил к Иисусу и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз. Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотелся считаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то Государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его упал к ногам его, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долго. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Слово Господне! Дорогие братья и сестры, дорогие верующие, в нашей жизни прощение имеет большое значение, ибо все мы грешные, несовершенные. Мы обижаем Бога и обижаем друг друга. Если бы не существовало прощения, то ситуация действительно была бы безысходной и губительной, проигранной. Следовало бы за местью, и так вплоть до полного уничтожения. К сожалению, и сегодня существует это еще между людьми, существуют взаимновражеские отношения между людьми, которые мстят вплоть до уничтожения. Господь же в Своей доброте пришел в этот мир, чтобы принести нам свое милосердие и прощение. Однако и от нас Он желает, чтобы мы прощали. Петр спрашивает Иисуса, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня?» Петр понял, что Господь милосерд, и что желает и далее распространять милосердие. Однако Он думает, что у прощения существует граница, что невозможно прощать бесконечно. И поэтому Он спрашивает, «До семи ли раз?» Петру кажется, что уже слишком много простить брату своему и семь раз. И нам часто бывает так сложно прощать одни и те же грехи, которые кто-то совершает против нам еще и еще раз. Мы всегда желаем, чтобы, когда кто-то попросит прощения, грех его больше не повторялся. Петр считает себя великодушным, спрашивая, «До семи ли раз?» Иисус же отвечает ему намного более радикально, «Не говорю тебе «до семи», но «до седьми ж до семидесяти раз». Это словно бы Он говорил «всегда». А именно, «до седьми ж до семидесяти раз» означает бесконечное число. Говоря о прощении братьям своих, Иисус использует число 77, то есть это значит, что христиане должны прощать всегда. Это количество превосходит количество грехов, которыми люди могут обижать друг друга в течение дня. Быть открытым для безусловного прощения превосходит, становится выше над этим смертоносным оружием мести. Таким образом, церковь становится местом, оазисом мира, и ученики Иисуса должны были бы всегда поступать так, как их учитель. А это в безусловном прощении молитва и участие в святой мести. Непрощение же убивает духовность, убивает веру и закрывает нас для других людей. Поэтому можно свободно сказать, с уверенностью сказать, что непрощение разрушает и нас самих. Доказывание или эгоистичная борьба за правду приводит в тупик. Лучше всего тогда, когда в нашем сердце отзываются слова Иисуса. «Я простил тебя, прости же и ты». В таком случае прощение освобождает нас, освобождает нас от нервозности и помогает найти радость. Прощать – это значит смотреть на Бога Отца, милосердие лицом к лицу и глаза в глаза. Гордый же человек никогда не сможет испытать Божьего прощения, и поэтому не может прощать и сам. Ответ Иисуса превосходит человеческое понимание и все человеческие расчеты. Мы бываем расчетливыми во взаимоотношениях, однако для Иисуса важен каждый человек. Насколько было бы прекрасно, если бы все мы всерьез приняли слова Иисуса о прощении. Этот мир выглядел бы по-другому, если бы люди прощали друг друга взаимно, без ограничений и без предрассудков. Там, где люди живут вместе, всегда существуют и споры, и конфликты, и напряжение в отношениях. Наблюдая за людьми, нам кажется порой, что человек не может прощать вновь и вновь, или же делает это против собственной воли. И здесь мы видим влияние этого первородного греха. Эгоистичное желание установить свою справедливость не дает нам возможности принять другую справедливость. Эгоист не берет во внимание добро другого человека, однако Иисус желает от Своих учеников не этого. Любовь и милосердие должны стоять всегда над праведностью. Распятые руки Иисуса – это доказательство Божьего. Милосердие Господь всегда готов прощать, не только седьм раз, но всегда даже более, нежели до седьми, что семидесяти раз. И человек сам может всегда испытать это в таинстве исповеди, таинстве примирения. Поэтому Иисус желает, чтобы Его ученики прощали без условий. Своим ответом Иисус желает сказать нам, что мы должны быть готовы всегда простить своего брата, своего ближнего, даже если тот неустанно обижает нас. И потом эти свои слова он подтверждает притчи о милосердном царе и об одном немилосердном слуге. Царь в этой притче указан как милосердный человек. К нему приходит слуга, который должен ему 10 тысяч талантов. Это очень большое количество денег, поскольку этот слуга просит его, падает перед ним на землю и говорит, потерпи на мне, и я все верну тебе. И Господь, этот господин, этот царь умилостивился над ним и позволил ему уйти, простив ему долг. То есть этот слуга принял от своего господина, от царя, дар безгранично великодушный. Но как только он вышел от этого царя, этот слуга встретил и другого слугу, который должен был ему 100 динарий, что представляет собой намного меньше, нежели 10 тысяч талантов, которые этот слуга сам был должен царю. 100 динариев в то время была зарплата за 100 рабочих дней. То есть было важно, но намного меньше по отношению к первой сумме. Этот слуга, которому царь дал такой великодушный дар, начинает давить, трясти своего друга и говорить ему «Верни мне это». Тот же друг его, другой слуга, поступил так же, как и он перед царем, то есть бросился к нему в ноги и просил «Потерпи еще на мне, и я все верну тебе». Ситуация похожая, однако завершение ее абсолютно иное. Этот слуга, который был прощен царем, не хотел слушать своего коллегу и бросил его в темницу, до тех пор, пока тот не оплатит ему весь долг. Это невероятное поведение, которое стало соблазном для других слуг. Это абсолютно непонятно, но может представлять собой символически и нас. Так часто мы не понимаем божественного милосердия, и поэтому не распространяем милосердие посреди нас. Нам бывает часто простить, потому что мы, по сути, сами еще не уверили, в этом всегда прощающем Божьем милосердии. Сколько еще опыта, молитвы и практики необходимо нам, чтобы и мы могли открыть для себя эту всегда прощающую руку Божию. Иисус так много раз надо мной произнес слова «Прощены тебе грехи твои, иди в мире», а я словно глухой. Господь прощает человеку все то, что совершил его грех, и тот же человек, к сожалению, не может простить своего брата, даже в самые маленькие вещи. И это действительно страшно. И мы не являемся такими, когда не прощаем своим братьям. Господь простил нам великий долг, простил нам все уже начиная от крещения, то есть уже в таинстве крещения. Простил нам этот изначальный долг. И затем, как только всегда мы показывали хотя бы малейший акт покаяния, Господь прощал нам наши грехи. Господь делал так, чтобы наши грехи становились возможностью испытать эту его благодать. Однако, если мы закрываем свое сердце для людей, которые обидели нас, но при этом просят у нас прощения, то мы... Это то, что желает Господь, чтобы мы поняли через эту его притчу. Иисус помогает нам понять, что в этой ситуации этот слуга мешает проявиться Божьему милосердию. Если мы хотим принять Божие милосердие, мы должны позволить Ему пройти через нас, прощая тем, кто обидел нас. Господь говорит нам, что необходимо нам прощать от всего сердца. Мы не должны прощать с горечью, с печалью, но великодушно, с пониманием, с уважением. А именно то, что тот человек, который обидел нас, сам попадает в очень сложную и тяжелую ситуацию. И в молитве Отче наш Иисус желал научить нас тому же. Он говорил о том, что, прося прощения у Бога, мы должны быть готовы и сами даровать прощение другим. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Так мы молимся в молитве Господней. Иисус желал, чтобы это учение укоренилось глубоко в наших сердцах. Мы должны знать, что не можем принять Божьего милосердия, если сердце свое закрываем для наших братьев, для наших ближних. Небесный Отец исполнен любовью и желает и нам даровать свою любовь. Однако не может это, если мы сердце свое закрываем для любви к нашим ближним. Тогда это просто неисполнимо. Иисус был милосердным вплоть до крайних границ. Он умер за наши грехи. Он отдал свою жизнь за нас в то время, когда мы из-за своего греха еще были Его неприятелями. Он победил наш грех и сейчас желает, чтобы мы жили в Его любви и были соединены с Ним в милосердии. Будем же молиться о благодати, чтобы мы действительно были открыты и готовы, чтобы мы и сами могли принять Божие милосердие, а также чтобы могли делиться с Ним и даровать Его нашим братьям и сестрам, нашим ближним, чтобы мы могли прощать и им. «Воскликнем же вместе, Иисусе, научи меня прощать, чтобы я мог простить самого себя и в любви прощать и других своих ближних». Тот, кто великодушно прощает, всегда имеет открытая возможность прийти к Богу. Эти усилия действительно стоят того, несмотря на то, что по-человечески мы рассчитываем на другое. Давайте же учиться прощать и просить прощения. Меджигория – это место, где происходит раскаяние, прощение, примирение, даже после стольких долгих лет. И все это происходит изо дня в день. Также и сегодня вечером есть у нас возможность пережить это же, дорогие братья и сестры. Пусть же нам в этом поможет и наша Матерь, Мария, Царица мира. Она желает помочь нам, но нам необходимо только одно – смиренно попросить Ее о помощи и в своем сердце принять это решение. Я выбираю, я хочу простить. Да будет так. Аминь. 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 Аминь.